Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались у руководителей структурных подразделений. Доброе утро. Начинаем наше совещание. Сегодня ряд вопросов, которые нам необходимо будет обсудить. Это хозяйственная повестка. Также на прошлой неделе был серьезный пожар на территории завода Ухтомский. Класс пожара и опасности был очень высокий. Работала также пожарная авиация. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы осветительной электросети помещения мастерской по производству декораций. Отделом надзорной деятельности профилактической работы по городскому округу Люберцы по факту происшествия проводится проверка. То, что повлияло на такое быстрое развитие пожара, помимо того, что погодные условия, это отсутствие схемы водоснабжения на данной территории. Собственник до сих пор не представит информацию об источниках наружного противопожарного снабжения. Территория бывшего завода Ухтомского – это 30 гектар. 41 объект недвижимости на нем располагается. Общая площадь всех объектов недвижимости – порядка 200 тысяч квадратных метров. Владеет всеми зданиями через офшорные компании гражданин Швейцарии Адольф Гаст. Собственник не уплачивает обязательные платежи по земельным налогам и по аренде земельной. На данный момент в администрации проводятся суды. Все суды выиграны. Общий размер задолженности бывшего собственника – это порядка миллиарда рублей перед бюджетом городского округа Люберцы. В центре города такой объект, который несет опасность для, в первую очередь, наших жителей и также для всех арендаторов, которые на этой территории находятся на постоянной основе. Михаил Владимирович, необходимо проверить еще раз все эти здания совместно с Андреем Николаевичем и привлечь всех заместителей, кто по своим направлениям. Есть пересечения по взаимодействию, пригласить всех предпринимателей еще раз на площадку администрации, еще раз предупредить и, конечно, ускорять процесс по реализации комплексного развития территории. По благоустройству Романцова Наталья Николаевна расскажет о всех проектах, которые реализуются на территории городского округа. В этом году у нас запланирована 31 дворовая территория, 4 парка, 3 сквера, 3 пешеходные коммуникации и 1 лесопарк. Продолжается работа в Наташинском парке. Сейчас уже практически завершены все работы по подготовке оснований под дорожно-тропиночную сеть. Ведутся работы с деревянными конструкциями, такие как сцена, амфитеатр с новым, соответственно, их обликом. Завершаются работы по возведению лодочной станции и смотровых площадок. Проводятся работы по озеленению территории. Конечно, Владимир Михайлович, как мы обещали жителям, в осенний период с дополнительными посадками зеленых насаждений на том участке, который будет завершен, мы, конечно же, придем, дополнительно высадим деревья и кустарники. Готовимся к новому учебному году и, конечно, к открытию новой школы в поселке Красково. На данный момент завершена организация, как и обещали жителям безопасной дорожно-тропиночной сети, ведущей к объекту. Установлены лавочки, урны, подведены коммуникации для подключения освещения. Освещение в этом сквере появится до 1 сентября. Также, Владимир Михайлович, приступили к работам по созданию пешеходной дорожки вдоль детского сада. Следующий доклад. Баран Дмитрий Юрьевич, обращение к поступающих от жителей. Убраны существенные навалы мусора и стихийных свалок на улице Молодежной, а также на проектированном проезде 42-96. Приведены в порядок территории вблизи торговых объектов в Октябрьском на улице Ленина. Аналогично на станции Люберца-1. И там же у нас пресекалась несанкционированная торговля. В части ремонта эстакады Октябрьского проспекта вчера множество негатива было отмечено в социальных сетях. В настоящее время ведутся плановые работы по усилению диформационных швов. Мы вчера встречались на месте с подрядной организацией. С сегодняшнего дня они усиливаются второй бригадой, выходят на круглосуточный. Коллеги, по повестке все вопросы в преддверии 1 сентября на следующее совещание прошу подготовить информацию по объектам дошкольного образования, по всем школам, подходы, подъезды, как организованы пешеходные переходы, знаки, весь этот пул вопросов.